Я вообще, я же тебе говорил, что я всегда в труду и обороне, значит, продолжая, вот, а, Сурайска распадется на три, та в восьмицку, или в восьмицку, и кита тоже распадутся в часы, распадутся в часы прийдешние, а Сурайска распадется на три, та восьмицку. Здесь восьмицка, ага, восьмицка, американска, крапли. Від цієї традиції згодом пішли традиції ольмеків, тольтеків, месиків, пацтеків, майя, кичуа, інків, та множество інших традицій, що панувало в Америках дохристиянського вношения. Ну, інки не только, потому что інки были связаны с северной визической традицией, через рот путешественників-касситов, которые через Тихий океан, через острова. Вот представь себе Индокитай, по Индокитаю, Индонезії, Австралия, остров Пасха, и Южная Америка, інки, Боливия, Перу. Это или даже Шумер, местность между Шумером и Іраном, дальше по Индийскому океану вокруг Индии, вокруг Индокитая, через Индонезию, вдоль островов Австралии, дальше остров Пасха и Южная Америка. Это маршрут торговых и военно-экспансионных путей рода Касситов, Кисеевичей, одной из визических династий, которые три тысячи лет назад, вот они за мировое господство дрались с империей Воттана. Империя Воттана, она формировалась на территории Мексики, хотя ее основателями генетически были жители Европы там и отчасти Африки. Посмотри соответствующее мое видео насчет империи Воттана. Сейчас земли распадаются. В общем, они уже распались, я так понимаю. Давным-давно. Не, ну как они распадались, я не свидетель, но их уже никаких нет там вообще. Ну, в Индии куча сект всяких там, это уже тоже факт. Единства там нема и ближайшего какого-нибудь. А она уже вообще вымерла, почти. Ну, где-то какие-то остров Пасхи, еще что-то, какие-то жалкие деградационные останки. Гуанчи, допустим. Ну, это есть и возле Африки. Хотя у них тоже пирамиды на островах, все. Ну, уже это останки островийцев, они сами островийцы. Тут же бы слід сказать и о том, что нащадки Асурайской традиции поддадутся грешникам, что звуть себя волхвами. И ходят между Саурайянтайнею, то есть Сирией, и Сайкопташией, Египтом. И они падают, и сникнут, и их нащадки станут дичниками. Подибно очекуя и инии традиции, что забудуть истину у меня. Ну, таки справится, как я. То есть какая-то там между этими землями вводилась жизненность. Интересная жизненность. То эта жизненность в Египет влазила, то еще куда-то вылазила. И вводила в грех окружающую территорию. Съегово в голове. Интересная жизненность. Знаешь такое? Да. У поклонения. Следующее поучение. Я прошу тебе, значит, Рахмат спрашивайся, я прошу тебе по разъяснению питания, что избавило спокою меня. Нам перед Радакошия в вересне. Я ходил до Святого Раду, Святого Раду Северайського. И там зустрів старого товарища. И он, побачивши те, как я падаю на святых степ образов. Выбачившись. Ну явно. Ты знаешь, я тут думаю, что мне с ноутбуком поздно ходить. Давай за другой день. А тут я, наверное, устал. Не, я не устал, я всегда готов. Так никто же не будет видеть, что он у вас там валяется. Ну так все равно я тут через стадион, мне надо идти. Давай другой тогда день какой-то. Какой там у тебя еще день. Аллах, меня помилуй. Буду думать, что там. Ну хорошо, а если пять часов? А если пять часов, то вам подходит? Пять тридцать хотя бы. Ну зачем ты себя будешь перетруждать? Не, я не перетруждаю. Вообще за меня не думайте, что я что-то перетруждаю. Я и по ночам не сплю целую ночь над компьютером сижу, так что. Так точно. Но давай, ну что-то с полчаса же не имеет значения. Потому что мы здесь через стадион, и тут пацанва всякая блядь. У меня тут у рука даже велосипед забрали, был маленький. Так что, ну как скажете, в принципе. Я это вот, ладно, я тогда выеду пять часов, уже как получится, как будет. Давай, хорошо, я так счусти буду. Буду очень рад вас видеть. Может я это вот дурил каким-то трампством, что-то, я говорю, ладно, заразь. Буду очень рад вас видеть. Успеху. Итак, я тут, значит, Рахман спрашивает, труп свой ко мне везет. Ну не свой, а компьютер в смысле убитый. Угу. Зачем? Разбираешься в ремонт? Нет, ну, надо, значит, надо в голове, потому что это там с нами. То доброе. Медитировать. На передрадокоши в вересня я ходил до святого рага. Да, это можно опустить. И сам взыскал старого товарища, бачивши те, как я падаю до святых степ образов наявных там, сказав мені, что это неправильно. Он бы запитал, чи сподобалося б тебе, чтобы дети твои весь час валялись в пилюции степ твоих, Чи левшим было бы, аби вони стояли гидными и достойными, как равные тебе. А далее он сказал, что так же и в священном Раде, Арею, Тоту и Богам больше подобается, когда люди являются гордыми и достойными, чем когда люди валяются в пилюции их ног. Себо против речи ведам и всей нашей традиции, але, чуючи его слова, я почув в них багато правильно складного. Прибери усилий сонимизм. То есть, это вместо того, как сейчас говорят логично, а говорят правильно сложено, правильно складено. Ну, правильно. И смотри, в ведической традиции она настолько была пестрая, настолько было разных вариантов, чтобы человек каждой вариации сознания мог исполнять ту духовную практику, в рамках которой, или по линии которой ему легче развиваться. Кому-то кто-то не хотел поклоняться образом, то и не надо поклоняться. Кому-то было удобнее выразить свое направление, это стать перед образом, упасть там, целиком, допустим, лечь головой к образу, тоже можно. Главное, с какими мыслями, с каким сознанием. Это, как, допустим, в некоторых версиях ведической традиции, понятие, схожее с покаянием, присутствует. В рахманской традиции оно как бы и не запрещено, но и не практикуется. А мальфары сразу бьют в лицо, если кто-то у них просит прощения. В Карпатах есть мальфарский один поселок. И они даже, поскольку это как определенные народы, они исторические, как оно, в древности живут, то они еще что-то государство имеет какое-то разрешение. Поэтому они иногда проводят экскурсии, показывают, как они живут. Некоторым кто туда залазит. И у них есть то, что человек куда-то идет, подписывает документ. Что он готов к наказанию, если он нарушит их необычаи. Их необычаи — это четыре тома здоровьезны. То есть больше, чем на четыре формат, ну и мелкий шрифт. Конечно, когда человек приходит на экскурсию, ему говорят, подпишись, что ты не будешь нарушать обычаи. Редко кто спрашивает, а какие обычаи. А кто спрашивает, они говорят, вот четыре то. То есть понятно, что их сразу никто не будет читать. А там, если в ходе чего, кто-то, допустим, им говорит, прошу прощения или извините, Мальфар может стукнуть свободно. Почему он говорит? Негодяй, значит, ты мне что-то такое плохое сделал, и вместо того, чтобы искупить свою вину, бросаешь бессмысленные слова, получаешь. И таким путем они учат определенного рода ответственности, что не просто слова надо сказать, а надо и делом как-то это исправить, если мы что-то не так сделали. А если мы уже исправили, то какой смысл об этом говорить? То есть там с этой стороны подходы. А есть разные подходы. Есть некоторые эзотерики, которые свою концепцию развития через прощение развивают. Поэтому и здесь как. Некоторые противоположные подходы к одному и тому же. Что или гордость испытывается, или же почтение показывается. И вот они не нашли общего языка. Однако, вместо того, чтобы драться и друг друга обвинять, разумный священнослужитель просто у более знающего о данном случае Всевышнего спрашивает, как же правильно. О Рахмане, о той, хто умеет задавать верные вопросы. Зрозуми же, что ответы на твои вопросы есть в этих видах. В заповеде оця Арія. Ясно сказано, что тот, кто может склониться перед гидной личностью и пасти до его стих, на самом деле не приниживает, но возвеличивает себя. Но тот, кто стоит перед личностью, который пасти до них, тот, на самом деле, не возвеличивает себя, но показывает на величину ступень своего самообману. И сын приниживает себя. То есть, если человек контролирует себя, он может делать телом что угодно, хоть на голове стоять. А если кого-то ложное эго одолевает, он скажет, «Не, я никогда не склонюсь, я тут такой весь гордый и великий, и знаменитый, еще какой-нибудь». Ну, где-то такая есть. И ссылки на ведические описания, в частности, заповед Истанбога, который тоже упоминается в текстах. Ну, и есть в самом принципе. Однако, тоже требует перевода. Продолжение. Падающий, наверное, до ступ рахманов, увеличиваются даже такие боги, как Арий, Анн и Перун. Что же сказать о обычных людях? Потому что одна пилинка из ноги рахмана очищает лучше, чем воды Ра-реки, Волги Дону. Дона Правья, Днепра. Дона Истина, Истина Ра. Раян Ра-реки, Рейну, Ария Володона, Хайпадана, Єнет Ра-реки помогает очень опасного врага, того, что уничтожил множество могутных табов, того, кого не можно перемогать ни мечем, ни пальчиком, вогнеметом, ни иною зброєю. А, я тут. Тут? Ну да, я... Ну да, в принципе, все правильно. Все правильно написано. Ну да, то есть сказано, что если человек как бы такие действия совершает, и причем освещается еще достойными энергиями от рахмана или от другой достойной Вечности, то это очень благоприятно. Благоприятнее, чем умовение в святых реках, которые тоже перечислены. Если же кто-то не может это осуществить, значит, там его одолел уже, по сути дела, ложное, которое свело в могилу, ворало, ну там и всяких других поросят. Вернее, даже изначально не поросят, а великих и могучих достойных личностей, которые в конце концов споросячились и были или кем-то убиты, или сами схрюкнулись. И Беннадзе Рахман Ареврат Наслав ну и спросил, поведомже нам о сьому ворозе и промовив Всевышний Рад. Орахмана. Сей ворог живе поруч с каждым втеленным, и лишь мне он не может нашкодить. Звучит сего ворога самого мана Пехата, что каже вам о величии вашей и принижуе вас, когда вы принимаете все слова. «Але перемогу над этим ворогом, что я единым ворогом, де я святый пил стип рахмани». Что значит, что я единым ворогом? То есть объясняется, что по сути дела вот этот самообман, когда мы слушаем ложное эго, а не слушаем разум, из этого идёт мясоедение, из этого идёт алкоголизм, из этого идёт убийство, из этого идёт воровство, из-за всё, вся гадость, которая есть, она из этого идёт. Потому что где-то начинается, когда вот эта гадость человеку говорит, что, смотри, чё ж эта жизнь неправильная? Ну да, какая-то там реинкарнация, какая-то фигня, а жизнь-то неправильная. Вот богач, а ты бедный, нищий, и надо у богача забрать. Или там, а чего бы не выпить, если там все пьют и так далее. Вот эта пакость человеку сунет все эти гадости, сунет, сунет, сунет. А дальше целый букет, целое там всё это оттуда произрастает. Сами методы борьбы с этим воровом. Ну, один здесь был приветен, что найти какого-то святого и досконально исполнять все его наставления, следуя за ним, и так далее. Ну, святые ходят у нас целыми полками. Не видел пока. Не. Полк святых. Святополка знаю, а полк святых... Вот, ну, просто речь идёт о том, что, ну, хорошо, святых и рахманов не так просто встретить на улице. Ну, ты же учитываешь, что это получение давалось не только на сейчас. Оно давалось и на тогда, и на сейчас, и ещё чуть-чуть на будущее. И реально, всё-таки, если захотеть, то рахмана найти можно. То есть, можно, допустим, что мы поедем в село, где живёт рахман, попытаемся через охранника пройти. И за тебя меня не пристрелит охранник. Если там никто другой и нас не это самое, то можно будет добраться до рахмана. Продолжение следует... Продолжение следует...